Добрый вечер! Вести Кабардино-Балкария в эфире в студии Алина Тилова. В центре внимания вопросы социальной поддержки населения. В Кабардино-Балкарии с рабочим визитом побывал председатель правительства России Дмитрий Медведев. В Нальчике премьер-министр страны провел заседание правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северокавказского федерального округа. Перед совещанием Дмитрий Медведев вместе с главой КБР Юрием Коковым и министром здравоохранения России Вероникой Скворцовой посетил сосудистый центр Республиканской клинической больницы, осмотрел операционный блок, пообщался с медицинским персоналом. С подробностями Беслан Суидимов. Дмитрию Медведеву показали нейрохирургический комплекс, где проводится так называемая открытая операция на сосудах головного мозга. В рамках реализации федеральной программы в республике создан региональный сосудистый центр на 60 коек. В центре функционирует неврологическое отделение для больных с острым нарушением мозгового кровообращения, реанимации и интенсивной терапии, нейрохирургическое, кардиологическое, отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения. По сосудистой программе приобретено современное медицинское оборудование на сумму более 200 миллионов рублей. Проведенная комплексная работа по совершенствованию медицинской помощи таким больным впервые позволила снизить в этом году показатели смертности от сосудистых заболеваний. По словам министра здравоохранения Кабардино-Балкарии Ирмы Шетовой, число таких операций в следующем году планируют увеличить. До открытия центра больным из Кабардино-Балкарии приходилось выезжать на операции в столичные клиники. В республике же больным оказывалась лишь медицинская помощь так называемого «поддерживающего характера». Теперь в Кабардино-Балкарии сосудистые операции поставлены на поток, и больным не приходится ждать необходимой помощи. С Федеральным министерством здравоохранения также проработан вопрос обеспечения специальной техникой. В этом году в рамках программы помощи пострадавшим при ДТП республика получит 21 современный аппарат искусственной вентиляции лёгких, укомплектованный блок магнитно-резонансной томографии. Дмитрий Медведев отметил, что высокотехнологичная медицина требует дополнительных инвестиций, и количество подобных операционных нужно увеличить. Система оказания высокотехнологичной и качественной медицинской помощи должна в полной мере работать не только в столице Кабардино-Балкарии, но и в районах республики. Об этом речь шла на двусторонней встрече председателя правительства России с главой КБР. Ну и, конечно, мы должны поговорить о рамках республики. Только что посетили с вами больницу республиканскую, посмотрели на новое оборудование. Хорошо, что его, наконец, смонтировали. Оно начало работать, и это означает просто спасённые жизни. Причём это оборудование очень высокого уровня, которое никогда в республике не применялось. Можно было, как сказал министр здравоохранения, либо ездить куда-то в Астрахань или в Москву, но обычно просто человек не доживал бы, умирал просто у тебя в постели или ещё где-то. А это позволяет делать операции оборудования и на головном мозге, и проводить операции, связанные с сосудами, эндомаскулярной так называемой операцией. Хорошо, что всё это заработало, но понятно, что такая высокая медицина, она должна сопровождаться и обычной медициной, причём не только в столице республики, не только в Нальчике, но и в других местах. А как обстоят дела с медициной, которая расположена в сельских населённых пунктах, потому что там тоже живут наши люди, и далеко не всегда можно быстро доехать до центра, хотя, в общем, это расстояние не такие большие, но, по-моему, нет. Ну и в целом, какие есть успехи и проблемы в социальной сфере, с теми же самыми детскими садами, ну и какие-то другие проблемы, которые сейчас в одной республике. Довести медицинские услуги до населения, особенно сельского, это не всегда удаётся, проблематично, поэтому мы, в общем-то, взяли это как один основной такой сегмент в области здравоохранения на этот год. Нам удалось на сегодня четыре ФАПа. Мы открыли уже в четырёх населённых пунктах, горных, степных, и до 1 декабря этого года мы одновременно завершаем строительство 38 фарм. Специалисты-то есть, кстати? Здесь проблем нет. Более того, вот по программе «Федеральный земской доктор» мы тоже, значит, молодых специалистов привлекаем, люди возвращаются, потому что сейчас с помощью федерального центра сделали, вот, вот, правительство выделяло сигнование, значит, и средства определённые, и люди, в общем-то, с удовольствием сейчас возвращаются. По детским садам, два слова, скажите, потому что это проблема актуальная для всей страны, и для Кавказа, возможно. Мы до конца текущего года, у нас уже два готовых детских сада, значит, на 150 и 200 мест, в общей сложности 220 мест детских садов, у нас 7 детских садов мы открываем, в городе Нальчике, в Прохладном, ещё в трёх районах. То есть мы, если мы идём вот такими же темпами, как в этом году, мы практически проблему до 7-летнего возраста, мы её закроем на следующий год, до 16-го года. В ходе беседы обсуждены перспективы реализации подписанного 30 октября 2014 года соглашения между Кабардино-Балкарией и ОАО РЖД о переносе за черту столицы республики железнодорожного вокзала Нальчик в целях совершенствования транспортной инфраструктуры в городе и обеспечения требований безопасности. Председатель правительства России Дмитрий Медведев в Нальчике провёл заседание правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северокавказского федерального округа. Кабинет министров России и главы субъектов СКФО обсудили систему государственных гарантий по поддержке инвестиционных проектов на территорию округа и участие Северного Кавказа в импортозамещении, в том числе и в сфере оборонно-промышленного комплекса. В заседании приняли участие вице-премьер Александр Хлопонин, полномочный представитель президента России в СКФО Сергей Меликов, министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, министр образования и науки Дмитрий Ливанов, министр спорта Виталий Мутко, министр энергетики Александр Новак, министр здравоохранения Вероника Скворцова, министр транспорта Максим Соколов, министр труда и социальной защиты Максим Топилин, министр сельского хозяйства Николай Фёдоров, представители профильных ведомств и главы регионов округа. Очевидно, что у Северного Кавказа мощный потенциал по импортозамещению Кавказ может сыграть значимую роль в реализации так называемых дорожных карт по этому вопросу, нарастить свои экономические возможности и получить дополнительные рабочие места, как на производстве, так и в аграрном секторе. Теперь начну с промышленности. На производственной базе Северокавказского округа есть целый ряд масштабных проектов, которые позволяют значительно снизить или полностью избавиться от импорта в таких сферах, например, как химическая промышленность и лесопромышленный комплекс. Все эти направления являются актуальными именно в контексте импортозамещения, в контексте той работы по улучшению качества продукции, товаров, которые мы сами производим, вместо тех товарных позиций, которые мы получали из-за границы. Для реализации этих проектов нужно использовать действующие механизмы государственной поддержки, в некоторых случаях создавать дополнительные стимулы для инвесторов. Сразу хотел бы сказать, что подходить к воплощению этих проектов необходимо комплексно, с учетом запросов российских потребителей и возможностей промышленных предприятий Северного Кавказа. И с точки зрения замены импорта, и с точки зрения наличия ресурсов. Но здесь есть целый ряд примеров. Приведу такой. Проводился анализ по созданию в округе производства твердосплавного металлорежущего инструмента. Объем рынка по таким инструментам оценивается в 15 миллиардов рублей. Сейчас абсолютное большинство этих средств получают уностранные компании. Импорт составляет 85% по состоянию на прошлый год. Здесь, например, в Кабардино-Балкарской республике расположено крупнейшее в стране вольфрамо-молибденовое месторождение. Которое может обеспечивать сырьем весь цикл изготовления твердосплавных инструментов в России. Это лишь один из примеров. Просто привожу его как довольно такой характерный. Особенно важно, чтобы предприятия Северного Кавказа участвовали в производственной цепочке. То есть, чтобы цепочка была протянута через предприятия разных субъектов федерации. А значит, получали дополнительную загрузку, но и дополнительные деньги. Правительство заинтересовано в реализации таких проектов. Будем оказывать им поддержку. Не меньшее значение имеет сельское хозяйство. Тем более, что сама природа Кавказа дает широчайшие возможности для развития сельского хозяйства. Эти возможности нам необходимо реализовать. Сегодня, когда, скажем прямо, конкуренция с европейскими аграриями существенно ослабла после введения ограничительных мер со стороны правительства, надо сосредоточиться на увеличении производства и овощей, и зерновых, развитии садоводства, развитии виноградарства и развитии животноводства. Сегодня в общероссийском объеме производства этих продуктов доля Северного Кавказа колеблется, вот обратите внимание, от 6% до 14%. Это мало. Очевидно, что это совсем не предел. Мы планируем в период с 2014 по 2020 годы в регионах Северного Кавказа дополнительно разбить сады на площади около 26 тысяч гектар, виноградники на площади свыше 27 тысяч гектар. Пропорционально увеличению урожаев должна развиваться логистическая инфраструктура для хранения, для переработки, для реализации продукции аграрно-промышленного комплекса, чтобы качественные и экологически чистые продукты с Кавказа попадали на стол как можно большего числа наших людей. Уверен, вот те цели, которые я называю, они вполне достижимы при нашем скоординированном труде, ну и, конечно, необходимом финансировании. Это подтверждает и тот факт, что интерес инвесторов к агропромышленному комплексу, он растет. В Минсельхоз направлено уже дополнительно 226 новых инвестиционных проектов на общую сумму около 21 миллиарда рублей. Кстати, в целом по Северному Кавказу на 1 октября 2014 года субсидируется 658 инвестпроектов в сфере аграрно-промышленного комплекса на общую сумму 28 миллиардов рублей. В общем, не так мало на самом деле. Объем перечисленных субсидий уже составил свыше 5,5 миллиардов. Способны обеспечить производство высококонкурентной импортозамещающей продукции и промышленные предприятия Кабардио-Балкарии наряду с предприятиями АПК. Об этом в своем докладе рассказал глава КБР Юрий Коков. В качестве примера можно привести предприятие Севкафрентген, которое производит широкий спектр сложного цифрового медицинского рентгеновского оборудования и по номенклатуре изделий занимает до 20% российского рынка. Мощности завода позволяют значительно увеличить выпуск продукции. В целях дальнейшего расширения производства предприятием разработаны два инвестиционных проекта. Один из этих проектов позволит наладить производство томографов. Поставка осуществляется в настоящее время в основном из-за рубежа. При успешной реализации проекта предприятие способно обеспечить намного большую поставку данной аппаратуры в лечебные учреждения России. Такая же ситуация и на рынке аппаратов для близкой глубокофокусной терапии. Данные изделия в основном поставляются из-за рубежа. Годовая потребность российского рынка примерно 100 аппаратов. Реализация проекта также позволит практически полностью обеспечить и заместить в этот сегмент. Юрий Коков также рассказал, что на заводе «Терек-алмаз» выпускают буровой, правящий, камнеобрабатывающий и строительный инструмент, от 50 до 90 процентов которого поставляют в Россию из-за рубежа. Как отметил глава Кабардио-Балкария, разработаны два инвестпроекта, которые позволят значительно увеличить выпуск алмазного инструмента и снизить потребность в импорте по ряду позиций до нуля по буровому инструменту до 30 процентов. Наиболее значимым для республики инвестиционным проектом является, сказал Юрий Коков, Тернауский, Вольфрамом и Лебденовый комбинат. Совместно с Министерством промышленности и Министерством по делам Северного Кавказа сейчас прорабатываются согласованные предложения. Реализация проекта позволит создать более одной тысячи рабочих мест. А сырье, которое будет добываться, будет востребовано в оборонной промышленности и других направлениях. Что касается особой экономической зоны промышленно-производственного типа на территории Майского района, то здесь предполагается разместить кластер полимерной упаковки, кластер пищевой переработки, комплекс по выращиванию плодов и овощей, научно-исследовательский центр, объекты социальной, энергетической и транспортной инфраструктуры. В рамках основного инвестиционного проекта предполагается создание 18 высокоэффективных проектов стоимостью около 80 миллиардов рублей, что позволит создать свыше 11 тысяч рабочих мест, а также повысит объем налоговых поступлений до 11,4 миллиарда рублей. Юрий Коков уточнил, что этот проект для республики является якордом. Создание завода «Этана» по производству пищевого и текстильного полиэтилентерифталата мощностью 486 тысяч тонн пластика в год. Предприятие полностью готово своей продукцией покрыть импорт на российском рынке. Еще на одном предприятии, прохладненском заводе полупроводниковых приборов, планирует производить более 50 миллионов штук бескорпусных транзисторов в год, в том числе для нужд Вооруженных сил России взамен поставляемых из стран НАТО, сообщил глава КБР. В сфере АПК республика имеет большие возможности для наращивания производства плодов, овощей и продукции их переработки. «По этим видам продукции мы уже вышли на полную самообеспеченность и поставляем ее в другие регионы России. А к 2020 году мы в состоянии обеспечить прирост валовой плодовой продукции на 400 тысяч тонн, а долю республики в импортозамещении поднять до 20%. Аналогичная ситуация с производством овощей». Свыше 250 тысяч тонн или более 9% от импорта различных овощей в этом году планируется направить за пределы Кабардино-Балкарии. К 2020 году республика сможет поставлять свыше 400 тысяч тонн овощей или 16% от общероссийского импорта. Консервная отрасль для Кабардино-Балкарии занимает лидирующие позиции на Северном Кавказе. Только за 9 месяцев этого года выпущено 12,5% от общего объема производства овощных консервов в России, а до 2020 года эта доля может быть утроена, отметил Коков. На заседании правительственной комиссии выступили министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, министр сельского хозяйства Николай Федоров, министр транспорта Максим Соколов. По результатам заседания даны по всему спектру обсуждаемых вопросов, соответствующие поручения профильным министерствам и ведомствам. Далее смотрите прогноз погоды, его представит моя коллега Зухраб Шихачева. До встречи в 19.35. Добрый вечер. Метеовести от ФОБОС. Антициклон постепенно укрепляет свои позиции, температура растет, дневной максимум достигнет 10-15 градусов. Ноябрьское солнце прогреет воздух в Зольском районе до плюс 10. У подножа Альбруса с утра возможен туман, на термометрах в светлое время суток минус 5, без осадков. Легкий мороз в 3 градуса в Тернаузе, безоблачно. Гораздо комфортнее обещает быть погода на территории Баксана, Чигема и Норткалы – 10-15 тепла. Столько же в Прохладницком и Майском районах. Атмосферное давление, впрочем, как и температура в Терском и Лискенском будет расти здесь плюс 15. Кашхатау во власти восточного ветра – 3,8 выше ноля. Последний рабочий день недели в столице Кабардино-Балкарии будет солнечным днем 15 со знаком плюс. Такие метеовести. Всего доброго!